День Отца. Это особый важный праздник, отмечается в нашей стране в 3-е воскресенье октября. К этому событию в Рождественском храме прошел ряд мероприятий. За Божественной Литургией помолились о своих родных и близких, о здравии тех, кто сохраняет традиционные ценности, любят и берегут свои семьи, воспитывают детей. Помолились и о тех, кто сейчас стоит на защите рубежей нашего Отечества. День Отца сегодня. И в этот день обязательно нужно вспомнить, родных родителей. Сегодня нужно особо помолиться и о тех родителях, отцах, которые на передовой защищают нашу Родину. Помолимся об этих отцах. Они, поистине, наши милосердные заступники. Оставив свои семьи, своих жен, своих детей, они ушли охранять наш сегодняшний мирный день. В День Отца вспомните о крестном своем отце, который стоял и за вас отрекался от дьявола. Сегодня мы должны вспомнить и о своем духовном отце. О священниках, которые нас исповедуют, которые нас причащают. Когда можно всегда прийти, покаяться в любом грехе, любую, сделав ошибку, можно исправить. Главное, не унывать и не отчаиваться. Как нужно праздновать этот день? Обязательно прославить и поблагодарить Отца Небесного Подателя нашей жизни. И сохранять любовь ко всем тем, с кем ты живешь и работаешь. В зале духовных бесед воспитанники воскресной школы подготовили небольшое поздравление. Как же жить на белом свете смогут маленькие дети? Ведь никто без пап не рад, кто настроит самогат, кто же купит шоколадку и исправит неполадку. Спасибо, Господи, спасибо за все, что жить не дадишь нам. Спасибо, Господи, спасибо за наши добрые пап и мам. В мире есть такой день, самый лучший из мужчин, Сильный, добрый и родной, это папа дорогой. Очень я тебя люблю и за все благодарю. Протяни мне руки, огними меня, Если в разлуке то скучаю я. Протяни мне руки, будь всегда со мной. Два надежной друга я и папа мой. Дню отца была посвящена и встреча при рождественском храме с курсантами военного училища. Это был серьезный разговор по душам с будущими офицерами о том, как надо относиться к своим родителям и исполнять пятую заповедь. То сам Бог сказал, чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет и долголетен будешь на земле. Вы слышите, вы хотите дольше пожить? То есть это твой залог, твоей безопасности, если хочешь, на фронте. Ты поживешь, потому что ты почитал родителей. Курсантом был показан короткометражный фильм «Воробей» о том, как нужно относиться к отцу. «Понравился? Сильный, правда? Вот я когда просмотрел первый раз, у меня аж слезы потихли. Это вот пока жив отец, а когда нет, они еще ближе становятся». Но главное вспомнили Отца Небесного о том, как важно чаще исповедоваться и причащаться. Будем не забывать родителей, особенно тех, кто еще с нами рядом. Глава семьи – это любящий, милосердный отец. Вот сегодня обязательно позвоните своим родителям, особенно своим, если у кого живы отцы. Придите к ним, обнимите их и скажите слова благодарности, пока они живы. Когда их не будет, тогда и захочешь обнять Отца, а его уже нет. Берегите Отцов, любите их и слушайтесь. И, конечно, мы, дорогие братья и сестры, должны не забывать о тех, кто сегодня стал отцом. Те, кто вместе со своей супругой радуется рождению своего малыша. Сколько сегодня стали родителями. Помолимся и тех, кто молодые папы. Я еще раз хочу поздравить всех отцов с вашим, нашим праздником. Аминь. Аминь.